Всё, наконец-то мне удалось уехать с этого острова. Точнее, ещё не удалось прямо уехать, хотя бы отплыл. Не знаю, что он мне ещё готовит. Всё на той же лодке, но Катя мне организовала тариф как для стаффа. Не, хотя персонал вообще бесплатно плавает, блин, ветер. Я как полуперсонал за 2,5 доллара плыву. Собирался 3-4 дня тут провести на острове, провёл 9. В Камбодже у меня осталось только сегодня, завтра, послезавтра. Всё, послезавтра нужно уже выехать и проехать тысячу километров почти мне нужно. Ещё то, что меня удивило, то, что они мусор вывозят в пакетах с острова. Я думал, они и выбрасывают тут в море, как всегда делают это в Азии. Хотя я не удивлюсь, если они остановятся где-то посреди моря и прямо там выбросят этот весь мусор. Движение остановили, вон президентский кортеж какой-то. Или не президентский, но кортеж. Януковича везут. Нет, вообще какие-то автобусы с туристами везут. Перекрыли дорогу. И под конвоем. Вот это да. Музыка Зашёл мечеть, зашёл в туалет и умыться. Есть мечети. Да, кстати, во время полкота все мусульманины, насколько мне известно, и все христиане, все до одного были уничтожены, убиты. Ну, сейчас, как видим, снова идут в море. А вот местные маршрутки. Прям переполненные. Я не знаю, как тут смотреть. Это типа объездная в Номпене. Самая дальняя, наверное. Автостоп в Кампозже хороший. Я в этом убедился ещё раз. Больше 500 километров вчера проехал. Учитывая то, что очень долго я плыл на пароме. И только с обеда начал автостопить. Добрался в Сиамрип. Заселился в Хостел за 2 доллара 43 цента. Тут тоже есть бассейн. Правда, маленький. И почему-то это всё закрыто. А ещё вот тут вот в Азии проблема в хостелах. Но я раньше ещё с таким не сталкивался. Но очень часто слышал об этом, что бывают жучки, которые в кроватях водятся. И вот я заселился как раз в один из таких. Но правда они не кусались. Ну, просто лазили иногда. Не то, чтобы их было много. Я штуки 3 видел, но как-то неприятно. И сейчас они как раз начали выпаливать там. Бороться с ними, в общем, выводить. Сейчас я попробую проникнуть, конечно же, бесплатно в главную достопримечательность города Сиамрип. Анкор-Ват. Там я расскажу поподробнее, что это такое, если проникну. И завтра мне уже выезжать. Завтра мне уже нужно быть в Таиланде и покинуть Камбоджу. У меня интенсивный такой график пошел. Взял я в хостеле в аренду велосипед за 2 доллара. Можно арендовать мотобайк, но это около 10 долларов стоило бы. Дороговато, конечно, поэтому я решил взять велик. Остановился покушать жареного риса с креветками. И вот Сиамрип сразу пару слов. Город поприятнее. Город подешевле. И очень сильно ориентирован на китайцев. В Кнумпене китайцев почти нет. А тут прям очень много. Даже вот смотрите меню. Даже на английском нет. Зато есть на китайском. Сяофань, сяомьен. Жареный рис, жареная лапша. А на английском нет. И местный став очень удивился, когда я им сказал спасибо на Кнерском. Они прямо удивились. Ну, видимо, у них в основном гости китайцы. Но китайцы никогда не учат. Тем более Кнерский. То есть в Кнумпене каждый иностранец знает, как спасибо по-кмерски Архун. Но самое главное, кстати, в том месте я такого никогда не видел в Камбодже. Чтобы цены были даже указаны в юанях. В китайских юанях. А я сейчас еду. Вот. Мне через центральные ворота, конечно, заезжать нельзя. Там больше всего контроля. Поэтому я вот по таким пердям еду. Ну что, потерпел я неудачу в попытке проникновения в Ангкор-Ват. К сожалению. Я вам скину инструкцию, по которой я хотел пробраться. Возможно, конечно, если пробираться рано утром или ночью, то вполне можно пройти. Но днем вообще нереально. Я пытался из западных ворот, из северных ворот. Очень сейчас ужесточилась охрана. И потом я даже обходил тропинками через местные села, через поля. Часа два, наверное, петлял. Встречал прям таких сельских кмеров, которые живут прям вот с мировой достопримечательностью. Но такое впечатление даже иностранцев и не видят. Ну, пробирающихся с великом по их полю, конечно, точно не видят, кроме меня. Ну, такие все приветливые, улыбаются, показывают, ты туда не ходи, там вот мокро, там лужа, ты пойди вот так вот. По дороге попадались всякие развалины, которые тоже как бы относятся к Анкору. Их очень много тут по лесам разбросано, вот таких вот многовековых развалин, никому не нужных. Тем не менее, ходил я, ходил. И мы слишком ужесточили охрану. Уже казалось бы, когда я через вот эти вот тропинки прошел, проезжаю, там все равно блокпост. И думал, уже прошел. Они мне так лениво, hello, машут. Ну, я типа сделал вид, что думаю, что они со мной здороваются. Hello, и погнал на велике. Не погнались, думаю, я наконец-то проскочил. Нет, метров через 200 чувак уже встречает меня, по рации ему передали. Да, и на каждом входе я пытался дорожную грамоту протулить. И нет, нигде, нигде не работает. И там я уже зашел с такого выхода, что, казалось бы, там только идти через сам Анкор-Ват, назад уже дороги нет. Мне сказали, ну вот там проедешь, ну километр, наверное, и выйди вот так вот. И там меня уже на том повороте встречает охранник и контролирует, чтобы я вышел. Никуда не свернуть, ничего. Ну, не знаю, пробуйте, пробуйте утром рано. Может у вас получится. У меня, мне завтра уже нужно уезжать. Сегодня я утром не в состоянии был проснуться. Вот у всех у них вот такие вот хвосты странные у котов. Какие-то поломанные. Причем они часто рождаются даже с такими короткими хвостами. Вообще, если заходить в Анкор по-честному, билет стоит 37 долларов. Космическая просто сумма. Ну, вы знаете, наверное, половина бюджета Камбоджи держится на этих деньгах. При том, что ЮНЕСКО им выделяет каждый год огромные деньги. Но они вот так вот еще заряжают за вход. За эти деньги можно долго путешествовать. Поэтому, конечно, я не в состоянии заплатить за билет. Либо проходить на халяву, либо никак. Вот, да, немного о бюджете Камбоджи. Эта страна, по-моему, вообще ничего не производит. Вот заходишь в магазин и все импортное. Везде все импортное. Они реально живут только вот на туристах и на Анкоре в первую очередь. Да, что же такое Анкор? Сейчас вот фотки с интернета. К сожалению, приходится с интернета вставлять своих нет. Этот храмовый комплекс был построен еще в 9 веке. Это огромная территория. Да, вот почему я арендовал велик, почему многие берут байки. Потому что пешком это нереально. Там очень огромная территория. Там очень много храмов вокруг, ров. Эх, и тут все затоплено. Вот этот ролл ограждает Анкор-Ват. Там вот стена уже идет Анкоровская. Через этот ролл. Ролл с водой и не только в одном месте там. Ну, огромный масштаб просто работ для 9 века был. Ну, одно из чудес света, я считаю. Прямо почти как египетские пирамиды. И потом люди просто оттуда ушли. И снова нашли его для общественности не так давно, на самом деле. Не знаю точно когда. Но как бы местные-то знали, что там, ну да, храмы какие-то, что-то. Но оно им не надо. Они там рис себе выращивали. И не парились особо по этому поводу. И с тех пор хмеры вот зарабатывают огромные деньги. В первую очередь на китайцах, приезжающих сюда. Я зашел в какой-то храм, и тут... Ну, тут снова кости. Смотрите, черепа и кости. Ну, очень много. Даже не знаю. Тут тоже людей расстреливали? А вот написано пожертвование Будде. И это тоже. Ну что, последний день, последние, надеюсь, часы в Камбодже. Нужно скоро уехать. Буду скучать по этой стране. 7 рипа вообще снять не получилось. Ничего, вы уж извините. Вот, и вчера когда ехал на велике, у меня посетила мысль такая, что что-то не так. Что-то это не Камбоджа даже. Что-то странное. Не мог понять почему, а потом... А потом понял, что я ехал на велике, и мне никто не предлагал мистер тук-тук мотобайк. А вот сейчас вот только что произошло историческое событие. Я впервые взял мотобайк, да, и выехал за город. Ну, как за город, хотя бы за поворот на аэропорт. Потому что 9 километров пешком было далековато. И 2 доллара я заплатил, сторговался. Очень нормальная цена. Вообще за вот эти вот 2 недели после хостела я потратил просто космическую сумму, почти 100 долларов. Если быть точным, 90. За 2 недели я... Я столько не зарабатываю, это, конечно, понятно. Если бы я сказал это себе год назад, или... И что еще? Хардкорнее. 2 года назад, что я за 2 недели потрачу 90 долларов. Я бы, наверное, себе не поверил. Ну, космическая сумма для меня. При том, что я пытался экономить. Но эта Камбоджа, блин, реально дорогая. Ну, все, сегодня уже Таиланд. Он вроде бы как подешевле немного. Первая же застопленная машина оказалась тайской. И водитель тайец. Едет он, соответственно, в Таиланд. Правда, едет он не через большую границу, куда я собирался, а через маленькую. И я заболновался, думаю, что, может быть, это не международный переход. Но загуглил сейчас. И все-таки он международный, но наименее популярный. Но мне пофигу, куда ехать, лишь бы пустили. И руль, как мы видим, уже с правой стороны. В Таиланде движение левостороннее. Вот это поворот. Я в Таиланде, но пока еще нелегально. Мы проехали на машине, не останавливаясь границу. У меня, то есть, ни выездной штамп не поставили, ни в бездной. И, короче, водитель пока припарковался где-то там на территории Таиланда. Но мне надо сейчас вернуться на границу и официально выехать и въехать. Не знаю, где-то потерялся водитель. По-английски не разговаривает нифига. Фух, а из Таиланда меня не хотели пешком выпускать. Вот я снова вхожу в Камбоджу. Водителю ничего не надо штамповать, как я понял. Сейчас где-то... А, вот, здесь мне штампанулся надо, по-моему. Сюда идем. Здравствуй, Камбоджа. Еще раз. Ох, тут и мафия вообще. Прошел я таки все-таки. Да, водитель тоже вернулся. Водителю тоже, оказывается, нужно все это проходить. Просто он вернулся. Вот, да. Сначала прошел Камбоджийскую границу нормально. Потом тайцы говорят, 100 бат за бумажечку, за миграционку вот эту. Вот я говорю, какого это хера вдруг? 100 бат. Я говорю, за что? Вот за вот это. Вот мы тебя заполним все. Говорю, нет, за что? Почему я должен платить? Ой, ладно, иди, короче. И подхожу туда, в паспортный контроль. Мне говорят, а бумажечка вот эта вот. Я говорю, а где ее взять? А вот там вот за углом. Говорю, они деньги хотят. Они, иди, иди. Короче, я бодался с ними, что я не буду платить. Хорошо. Показали мне окошко, где бесплатно можно получить. Все заполнил, все хорошо. В общем, прошел границу, да. На два месяца мне поставили. Эта виза бесплатная. Я сделаю отсылочку, почему она бесплатная. Это я рассказывал в Ханойском эпизоде. Ну, в общем, все хорошо. До 13 января два месяца я могу находиться в Таиланде. Я переживал, что могут доколупаться до этой бесплатной визы. Визы потребуют, чтобы я платил снова, потому что... В общем, посмотрите эпизод, если не смотрели. Там такие условия были, что украинцам до конца августа визы бесплатные, которые действуют два месяца пребывания, но въехать надо в последующие три месяца. То есть я успел получить в августе, но они уже как бы два с половиной месяца как не бесплатные. Поэтому, ну, короче, могли бы быть нюансы, но тем не менее нормально. Потому что я вижу, что они начинают доколупываться, что у них тут мафия. Я, кстати, не ожидал от Таиланда такого, там Камбоджа, да, Вьетнам. Но Таиланд, я думал, страна по цивилизованию. Но тоже, нет, конечно, 100 бат не такие большие деньги, но все равно нужно отвоевывать свое. И еще я не платил за миграционки. Водитель едет куда-то дальше, я не знаю, у нас... Не, ну, классный чувак, очень такой дружелюбный, общаемся без языка, более-менее понимаем друг друга, но я не знаю, куда он едет. Ну, едет и едет куда-то. Сейчас он оформит какие-то бумажки и поедем дальше. Проезжаем целый лес, который специальный для сбора каучука, судя по всему. Вот смотрите, везде висят такие посудины, и туда капает вот этот каучук. А едем мы, судя по всему, домой, в гости, к водителю. Таиланд у меня начинается, по-моему, хорошо. Но пока еще я его точно не понял на 100%. Но вроде бы примерно так объяснил. Таиланд у меня начинается с полного погружения. Прям вот, вот село такое. Правда, местные на меня так не сильно реагируют, на которые люди проходят вот тут вот. Собаки больше реагировали, хотя и собаки уже тоже разбежались. Ну, прям, прям такое, прям то, что нужно, прям полное погружение. Вот, угощают меня ужином. Доброе утро, это моя сонная рожа. Я только проснулся, мне выделили место для палатки. Вот тут вот, вот тот чувак тоже живет в палатке. Дело в том, что у меня палатка с колышками, и только в землю втыкается. Поэтому вот так вот она стоит. Ужасно смотрится. Но, тем не менее, нормально. Я камешки поставил и переночевал вполне нормально. Так, чувак, вали с моей палатки. Сегодня буду выбираться отсюда и буду двигать в сторону Бангкока. Итак, вывез мой друг на трассу и напоследок вручил мне еще 100 бат. Как я не отказывался, но он все-таки вручил. Ну, пока Таиланд меня, конечно, приятно впечатлил. И сейчас будем стопить, будем стопить левой рукой, раненой рукой. Первая машина. Да, в Таиланде я первый раз, в отличие от вот этой вот моей старенькой футболки Товар Ци Сан, которую я делал еще в Бишкеке, она отсюда родом, вернулась вот на родину. Давайте, кстати, вернем старую добрую традицию с Китая. И вы мне понадаете заданий, потому что в Таиланде многие были. Поэтому порекомендуйте мне места, только не попсовые, что-нибудь интересное, не банальное. Если вы знаете какую-нибудь ферму по разведению там шестиногих обезьян, я не знаю, бойцовских тараканов, куда можно попасть бесплатно желательно, то рекомендуйте обязательно. Либо просто дайте какие-нибудь задания, как это было в Китае. Только не надо, пожалуйста, мне рекомендовать заняться сексом с транссексуалами. В Таиланде, в отличие от Камбоджи, с языком, наверное, будут проблемы, потому что тут все написано на тайском. Дублируются только дорожные указатели, и то не всегда. Но, как показал опыт с этим чуваком, не обязательно нужно понимать язык, чтобы понимать друг друга. А, блин, вступил в какой-то муравейник, а там очень злые муравьи очень, очень больно кусаются. Прям все как накинулись, сволочь рыжая. Вот и первая машина застоплена в Таиланде левой рукой. Фура. Кстати, еще вчера я скачал, сохранил себе в закладке страницу с хичвики Таиланд. И там даже есть, я даже ссылку не буду оставлять, блин, загуглите хичвики и страница про Таиланд. Там есть сразу вот эти вот таблички, ну, по типу тех, которых я использовал в Иране или в Китае. Но там очень простенько. Я даже, конечно, это все не распечатал, не успел. Я просто сохранил себе в заметке. И там написано, что я автостопщик, у меня очень мало денег, только на еду и самое дешевое жилье. Поэтому я, ну, не написано, куда я еду, конечно, можете говорить. И, типа, если вы свернете с этого пути, просто оставьте меня. Ну, то есть такая маленькая и самая оптимальная. Но тут по Таиланду этого достаточно. Да, кстати, я собирался ехать в Бангкок еще вчера. Но водитель говорит, что едет в Паттайю. Ну, окей. У меня такое, я еду туда, куда едет водитель. Что вчера с ним приехал, что сегодня еду. У меня все равно маршрута нет, список нет. Приключения. Эх, не успел снять, вон последняя обезьяна сидит. А так проезжали, а вон еще есть. Вдоль дороги прямо стаи обезьян. Вот они, красавцы, смотрите, сколько их. Прям очень много вообще. У нас в зоопарках столько нет. Сколько на этом маленьком участке дороги. Сейчас проезжали там на обочине, огромная куча говна была. Говорит, а это слон проходил. Ну, тут, как я понял, типа заповедник, что-то такое. И тут эти обезьяны, слоны и прочие животные. Ну вот, первые сутки в Таиланде я пробыл в какой-то сельской местности. И тут, наконец-то, выехал в цивилизацию, на автобан. И после того, как 5 месяцев я пробыл во Вьетнаме и Камбодже, тут прям цивилизация, цивилизация. Прям, прям Европа. Это еще в городах не было. Конечно, очевидно, что Таиланд намного более развит экономически, чем Вьетнам и особенно Камбоджа. Водитель до самой Паттайи не доехал, но тут километров 40 осталось. Сейчас достоплю.